Все, поехали. Больше не буду, 50 человек набрали. Всем привет. Сегодня у нас 27 июня. Тема серое продвижение. Уже давно не индусской, как я говорю. Индусы закончили карьеру продвижения. Теперь уже, я так понимаю, за программистами дела. Ну, шаблон и действие, да, закончились. Вот. Ну, давай тогда расскажи. Я, как бы, направлю уже по тем действиям, которые мы делаем. То есть, у нас на данный момент мы рассматриваем три вида услуг. В будущем, надеюсь, будет больше. Это отзывы. Ну, отзыв без выкупа, не верифай. Амазон нам позволяет сделать за счет того, что, ну, когда человек на 500 долларов купил, сделать честный отзыв на товар, который не покупал. Парадокс для нас, русскоязычных, то есть, у нас вот все нечестно, мы никому не доверяем, но у них на самом деле все доверяют, все по-честному все это делают. Менталитет такой. У меня есть знакомый, который... Да ладно, смысла бы об этом говорить нет. Просто американцы реально доверяют отзывам. Вот. И они даже не понимают, что такое, в принципе, может быть. Чем мы занимаемся. Второе – это, соответственно, продвижение одинарного ключа. Ключи мы берем... Ну, сейчас на данный момент Merchant World как бы обновился, он более адекватный стал. До 200 тысяч. Смотрим. Все остальное в индивидуальном порядке. Есть вариант еще целым фронтом прогнать. То есть, брать определенный товар и продвигать по всем направлениям. Здесь сложно с интерпретацией результата конечного, потому что мы не понимаем, как зафиксировать результат. Но сегодня в беседе пообщаемся. Думаю, будет понимание, как мы это видим. Потому что нельзя просто взять какой-то товар и, например, за определенный период времени добиться определенного результата. Ну, просто непонятно, что такое определенный результат. Ключей может быть бесконечное количество. 10, 20. Один ключ. Или что лучше – 3 высокочастотника или 30 низкочастотников. То есть, непонятно. Есть еще вариант с верифайт отзывами. Но это как бы мы уже отдельно все это пройдем. Для чего это надо? Почему надо? И как это надо? Давай, Тапаша, рассказывай, начиная с… Начнем, наверное, с отзывов. То есть, в принципе, не вериф, которые для чего нужны, каким образом и так далее. То есть, в принципе, если начинать продавать товар, то в целом лучше изначально понимать, что отзывы вериф делать постоянно, либо с выкупами, либо еще с чем-то, в принципе, это не есть нормально. То есть, потому что если начать делать одни вериф и выкупать, будут удаления. То есть, как крути, не крути, если посмотреть, русский листинг замечается сразу. То есть, это будут отзывы, написанные Анной Сергеей там, и пошло, и пошло, и пошло, и поехало. То есть, в принципе, моя схема такая, что я пишу себе примерно соотношение 50 на 50. То есть, это вериф отзывы и не вериф. То есть, что чаще всего удаляются верифицированные, чем не верифицированные в целом. Но есть один такой большой минус, то, что они имеют меньший вес. То есть, примерно соотношение... Но если написали один однозвездочный отзыв, то неверифицированных примерно 20 штук нужно, чтобы перекрыть. То есть, если верифицированные, говорим, то перекрыть это достаточно будет где-то 5 штук. — Секунду, хотел, знаешь, что спросить? Это ты говоришь именно от этих цифр, когда 4,6, 4,7, которые у нас стоят? — Ну да, да. То есть, если мы имеем рейтинг, например, 4,5, нам пишут однозвездочный отзыв, у нас рейтинг становится 4,4. Далее, чтобы нам его как-то вытянуть, это мы пишем либо верифицированных 5 штук, либо неверифицированных. Но это где-то в районе 20 получается, потому что развесовка у них немножко разная. Вот. Это раз. Во-вторых, это как бы быстрый способ перекрыть отзывы, это понятное дело. В-третьем, для начинания, то есть, когда мы начинаем, все эти теории о 20 отзывах в начале, это, ну, как бы, я считаю, вообще глупость. Это, ну, надо смотреть на рынок в первую очередь. То есть, если мы запускаем продукт и видим, что у нас, у конкурентов, то есть, мы не берем какие-то там мощные бренды, которые там существуют много лет. Мы берем обычных продавцов, таких как мы, и смотрим на количество у них отзывов. Если у них где-то в районе 400, а мы хотим втиснуться туда с 20, но в целом это бессмысленно. То есть, это будет примерно так, что даже если мы продвинулись по этому ключевику, на моем опыте, это мы висим там несколько дней, мы ничего оттуда не черпаем. Ну, в принципе, смотрят на конкурентов в первую очередь, а не на нас. И мы отваливаемся. То есть, нужно понимать, с каким количеством отзывов туда входить. То есть, как я и говорил, я не всегда, то есть, пишу именно неверифицированные себе. У меня примерно развесовка идет 50 на 50. То есть, если я смотрю, что у конкурентов в районе 400 отзывов, я начинаю туда входить, на этот рынок со 100 отзывами. То есть, 50 верифа, 50 неверифа. Вот. Но и в дальнейшем, то есть, для поддержания, как бы, бывают такие моменты, то есть, не знаю, кто сталкивался, кто нет. У меня по некоторым товарам есть китайцы, которые просто начинают гасить товары, просто, ну, не дают вылезти из какого-то определенного рейтинга. То есть, ну, расклад примерно такой, что, когда мы имеем 4,5 звезды у нас отображается, это рейтинг 4,3 должен быть. То, что меньше, это у нас уже 4 звезды отображается. И у меня по продажам, это сказывается на моих продуктах, примерно 80% от продаж я теряю, если у меня просто пропадает половина вот этой звезды. То есть, и в таком случае для перекрытия, если у вас, например, там 4,2 стало, то лучше, конечно, накидать по-быстренькому неверифай, чтобы, ну, вернуться быстрее в строй. То есть, расскажи о ситуации, когда мы человеку просто много накидывали неверифай, что он даже в продвижении имеет просто вопрос от количества и качества. Да, то есть, опять же, когда пишем неверифай, то есть отзывы все, которые мы пишем, это пишутся вручную. Это не просто как бы написание отзыва, это голосование также происходит. То есть, это автоматически, ну, не автоматически, вручную находится ключ. Это человек голосует за какие-то отзывы, за какие-то там вопросы, ответы и так далее. И чаще всего от этого просто из-за того, что полезные действия плюс отзывы происходит движение по ключу. То есть, последний ключ, который я наблюдал, это по запросам 490 тысяч в месяц. Он был снизу страницы первой, сейчас он находится в центре. То есть, прирост это дает, хотя отзывов накидали ему где-то в районе, наверное, 25 всего. То есть, в принципе, это также складывает, ну, на продвижении это, естественно, отражается. То есть, как бы ни говорили, что это все ерунда. По отзывам, в принципе, все понятно. На данный момент народ требует мяса, хотят про продвижение именно услышать. Вот, просто отзывы – это нужная вещь, она влияет на продвижение, она влияет на то, чтобы, даже если мы через выкупы, не через выкупы делаем верифайт. Без отзывов нет смысла лезть в продвижение. То есть, надо понимать немножко, как и что ходить. То есть, ну, просто многие продавцы начинают продавать товары, да, то есть, ну, я наблюдаю. То есть, люди обращаются, ну, товар там 30 отзывов. Я говорю, ну, окей, скидываю человеку просто китайца, который начал торговать три дня назад тем же самым товаром, и как этот китайец врывается на рынок. То есть, когда человека 30 отзывов, а китайец себе просто за два дня делает 75 верифицированных, 75 неверифицированных. Ну, тут стоит подумать, кто будет забирать большую часть пирога. То есть, тут надо реально смотреть в первую очередь на конкурентов по отзывам. Это в первую очередь реально нужно анализировать и понимать, с чем уже входить на рынок. То есть, если 30, а там у всех по 500, ну, это совсем-совсем плохо. Да, это первый момент. Второй момент. При старте, когда, вот как раз вопрос, я не успел сказать, когда используются верифицированные отзывы. Именно первый момент – это при старте. То есть, равномерно, постепенно, там, 3-4 в день, не более того, вы, соответственно, этим занимаетесь, чтобы у вас какие-то появились звезды на самом старте. Потому что верифицированные отзывы с выпупа придут через 5-7 дней не раньше. То есть, это для старта полезно, это полезно для размыва. То есть, мы при старте, с самого начала заказы просто там какое-то количество, так как я беру 10% от партий, как правило, на верифайт отзывы. Тем более, сейчас они не на 100% приходят. Но для продвижения полезно. Соответственно, столько же, столько же ровно я беру и не верифай. И, соответственно, их распределяю там на месяц. Ну, если 30 дней в месяц, на, ну, получается 50, на 50, на 500 штук везу, 50 верифай, 50 не верифай, сразу закладываю в затраты. 50 не верифай, раскидываю, например, по 3 штуки в день. Ну, вот и получается, я их 50 там выбиваю там за 16 дней. Так, вот очень такой вопрос. А что скажете по поводу того, что есть случаи, когда за не верифай и его заприходят при продвижении от Амазона? От Амазона предупреждения на самом деле нам приходили за верифай, потому что бывает пересечение интересов и говорят, что это идет манипуляция. Такое бывает редко, но так как у нас, к сожалению, ограничены ресурсы по людям, и хоть вот это у нас есть группа, то есть арене набивается, приводите людей, будем максимально делаться рандомно, в любом случае, все приходит. Расскажи про технологию и вероятность. Если берем не верифай, ну, опять же, письмо на Амазоне можно словить, в принципе, по любой причине, нужно все делать с умом. То есть, если человек пишет эти отзывы с одного аккаунта, там, на 20 товаров за день, ну, в принципе, тут как бы неудивительно, что это может прийти. В дальнейшем эта просто история складывается такая, что какой-то товар попадает под подозрение просто, и удаляется просто все отзывы, которые написал человек, они удаляются со всех товаров, то есть, в принципе, вот как я замечаю, что у нас в русском сообществе это как выглядит, то есть, ну, часто такое сообщение выскакивает, типа, у кого удалили отзывы, и тут сразу начинаются либо плюсики, либо там, да, у меня, там, количество начинает узнавать. Вся проблема заключается в том, что пишут чаще всего эти отзывы с одних аккаунтов люди, то есть, даже берем тот же вериф, которому я, опять же, говорил, что, заходя, то есть, как бы, ну, я не знаю, как люди, я очень много провожу анализов, и я, когда вижу русский листинг, сразу видно, что это русский, потому что все отзывы, чаще всего это стандартное количество, это 20, то есть, либо в районе 20, это все русские имена написаны, и больше ничего на листинге нет, то есть, это 20 верифицированных отзывов от русских имен, и после этого люди удивляются, почему у них удаляют отзывы, ну, тут нечего удивляться, потому что на американские площадки 20 человек, которые написали отзывы, и все это, как бы, русские имена, но это крайне подозрительно, то есть, я, как бы, говорю, это нужно мешать, это нужно понимать, это не нужно быстро грузить, это нужно делать аккуратно, и, опять же, отслеживать, по крайней мере, по неверифу, чтобы этот отзыв был один-единственный на аккаунте, чтобы, если человек написал этот отзыв неверифицированных, то это у него, в принципе, был один, либо, ну, не пачкой написано, по крайней мере, то есть, если это последний написан, там, в 2013 году или, там, в 2012-2015, без разницы, когда, там, хоть полгода назад, это ничего страшного, но если посмотреть, что человек этот неверифицированный отзыв написал вам плюс еще, там, троим-четверым, ну, тут стоит призадуматься просто о безопасности, значит, этот человек делает, ну, как минимум, не то, что некачественный, я так не могу сказать, но просто халатно относится к этому делу, чтобы быстрее просто срубить денег и все, то есть, вот такой вот момент, и в конечном итоге, если какой-то товар, то есть, перегружается отзывами, он попадает под фильтр и в цепочке удаляется с этого товара отзывы плюс тех, которые были написаны, вот конечный результат всех этих быстрых движений. Ну, в любом случае, понятно, что риски всегда есть, мы это и называем серым SEO, потому что другому это не назвать. Надо делать максимально аккуратно, на данный момент первая эпоха такой, ну, точнее, я даже не знаю, как за полтора года на Амазоне моих уже прошло продвижение через Buybox, продвижение, соответственно, через раздачу, через купоны и продвижение через индусов, то есть, вот уже четвертая эпоха пошла, сколько она продержится, как правило, по полгода держится. Будем двигаться, смотри дальше. Здесь вот Данил спрашивает, как сделать за два дня 75 верифай, 75 не верифай. Ну, расскажи, как сделать. Да, это элементарно делается, то есть, просто кто приходит, ну, как бы, люди разные, кто-то понимает, что кто-то не понимает. Мощность китайцев, то есть, я оцениваю, это самые главные конкуренты на Амазоне, потому что у них это выглядит все примерно таким образом, у них куча людей, кто этим занимается. Чаще всего такое количество отзывов, это у каких-то брендов, которые уже торгуют, то есть, ну, не новички, то есть, у которых порядка 100 товаров и больше. У них просто штат сотрудников, они также занимаются серым продвижением, они также используют различные методы и написать 150 отзывов за день, это на самом деле легко. То есть, вопрос весь во времени, как отнесется к этому Амазон, то есть, если не поступит никаких жалоб, я так понимаю, ничего и не удалится. То есть, я сейчас наблюдаю вот за этим китайцем, как раз-таки, за как он врывается на рынок. Пока вот уже прошло сколько времени, то есть, у него много товаров и все врывы на Амазон были вот такие, то есть, в принципе, написать эти отзывы, это вообще не составляет никакого труда. То есть, это все механически, то есть, не надо делать выкупы по 75 штук. Мы, честно могу сказать, находили тоже, то есть, вот у нас там, где мы занимаемся, вот, много таких товаров реально, которые заходят в месяц там по 150, 250, 350, верифай за месяц. То есть, люди просто заходят спокойно, то есть, они там не за два дня набивают, там такое количество. Там просто, ну, Денис, вопрос весь, количество денег, можно хоть тысячу сделать. Согласен. Да, ну, вот недавно ролик-то, я сам, болтался в интернете, где там телефоны, где они там лайкали, там, Инстаграм, что ли, и там целой фермы висят телефоны, где там вот эти процессы все идут. Просто тысячи телефонов и все это, ну, работают люди, люди реально работают. Тем более, наш менталитет с китайцем в этом отношении. Мы же наполовину европейцы, наполовину азиаты. То есть, для нас там, вот мы сидим в цвету, 10 тысяч человек, обсуждаем, как обмануть Амазон. То есть, сейчас американцы просто, скажите, у них волосы дыбом станут. Ну, да. Ну, слушай, мое мнение, китайцы, китайцы это самые жесткие конкуренты на Амазоне. То есть, это реально ребята, которые не сидят на месте, а прям вот действуют. То есть, они смотрят, они оценивают, у них аналитика там, и пошло, и пошло, и поехало. То есть, у них врывы серьезные на Амазон. То есть, это реально серьезные входы, когда они и тратят деньги, и, конечно, опять же, это риски. То есть, ну, 150 отзывов, да, я согласен, для нас это много, да. То есть, мы понимаем, что как-то подозрительно. То есть, я прекрасно понимаю, что, в принципе, если на него пожаловаться, то есть вероятность, что их удалят. Но кто не рискует, как говорится, то есть... Ну, в принципе, здесь по верифайт мы определились, не верифайт, определились. На старте для увеличения общей массы, для закрытия негатива, для каких-то еще действий. Не верифайт полезная вещь, можно пользоваться. Да, я, в принципе, у себя на своих продуктах, у меня это как бы постоянно. То есть, если я даже выравниваю рейтинг, у меня все как бы стабильно. Я просто себе для того, чтобы... В принципе, моя теория такая, что в запасе по рейтингу нужно иметь как минимум такое количество, чтобы, когда тебе прилетит три верифицированных отзыва, однозвездочных, чтобы это просто не было крахом. То есть, я часто вижу такие моменты, что людям пишут там два верифицированных отзыва, однозвездочных. И все, и просто человек, у него там становятся три звезды в конечном итоге, и товар вообще обваливается. То есть, нужно понимать, что в запасе желательно иметь по рейтингу, чтобы, когда напишут три однозвездочных отзыва, это не был крах для товара. То есть, вот примерно я в таком как бы радиусе нахожусь, что... Да, это влияет. Влияет, в первую очередь, негатив на новичков, согласись. Когда ты уже в порядке на новичков. То есть, когда у тебя до 100, до 200 отзывов, на тебя весь негатив этот очень сильно влияет. Дальше уже там... Это вообще проблема. То есть, я говорю, китаец, если он прицепится, у меня есть товар, к которому у меня прицепился китаец. И я с ним отдаюсь уже очень долго. То есть, у нас реально сейчас идет война по написанию и количеству отзывов. То есть, это просто вот нон-стопом. Он мне, я себе. То есть, кто это, в принципе, вычислить нереально, потому что товара схожего такого особо-то и нету. Ну, приходится, он мне все время накидывает, я перекрываюсь. То есть, ну, вот такая тягомочина идет, но без этого никак. То есть, по-другому никак не обойдет. Ну, понятно, по отзывам не верифай. Двигаемся дальше. Теперь продвижение, будем называть, высокочастотника. То есть, раньше мы двигали, очень было интересно. Мы старались двигать именно в средней низкочастотнике. На данный момент такой возможности просто нет. Вот, сейчас мы сконцентрируемся пока что только на одном, высокочастотнике. Расскажи про это тебе. Ну, смотри, то есть, опять же, высокочастотник, невысокочастотник, да, для кого как. Ну, я понял, все относительно, понятно. Вот, в целом, ну, как бы могу рассказать, опять же, все про свой опыт, как это все выглядит и так далее. То есть, мое мнение такое по поводу вообще продвижения. Чтобы продвигаться, в первую очередь, это у нас должны быть нормальные фотографии, это должен быть у нас нормальный листинг, это должны быть отзывы. То есть, это первый этап вообще продвижения. Еще цена, анализ конкурентов. Вот. Далее, если мы переходим к продвижению, то есть, нам нужно реально понимать, что мы хотим двигать. То есть, это такой момент, что нужно понимать, что двигать. То есть, как я делаю? Я запускаю пейперклик, получается, откручиваю рекламу и смотрю. То есть, как чаще всего это бывает, что высоко, то есть, частотник, ну, даже не высокочастотник возьмем. Возьмем топовое слово продукта, да, самое главное. Чаще всего оно бывает просто не совсем продающее. То есть, там есть трафик, там есть показы, есть все, но при этом продаж никаких нет. То есть, это как бы во всех товарах это по-разному, естественно. Это, то есть, как бы, ну, я просто на своем опыте это рассказываю. У меня был такой момент, что когда продвигал свои ключи, продвинул высокочастотники, два топовых. И получилось так, что у меня просто не было продаж. Я думал, что как это так. Так, скачал отчет, слава богу, он у меня был. Я там на рекламу сливал в свое время 800 долларов посмотреть по ключевикам. И обнаружил просто такую картину, что топовый самый ключ, он имел, например, за день 5000 показов, 10 кликов, одна покупка. То есть, ну, уже не серьезно. Начал анализировать, смотрю, какой-то у меня средний частотник. То есть, ну, для меня средний частотник это был где-то в районе 120 тысяч, получается. Я смотрю, что у меня 500 показов, то есть в 10 раз меньше. У меня 30 переходов и у меня 8 покупок. То есть, и после этого я принял решение, что я буду смотреть не по самым топовым ключевикам, а буду смотреть те, которые реально дают продажи. То есть, реально, даже если это какие-то совсем-совсем плохие ключевики, то есть, ну, казалось бы, нам, которые не продают, то есть запутанные или еще что-то, вполне вероятно, что они будут давать продажи. То есть, у меня вывелись эти ключевики, я их, в принципе, просто на первое место себе загнал. И благодаря двум ключевикам, это один был 33 тысячи запросов в месяц, другой вот 129 тысяч запросов в месяц, у меня распродался склад буквально за две недели. То есть, там их было, правда, немного же. Тем способом, которым продвигаю я, подтягиваются все связки по ключевикам, то есть, сопутствующие какие-то, и у меня очень хорошо стали подтягиваться, то есть, со временем подросли сопутствующие, то есть, в принципе, весь товар распродался. То есть, по высокочастотникам, то есть, ну, тут смысла нет особо, что-то даже рассказывать там по продвижению. Надо продвигать то, что вот, то, что вот показано, то и нужно продвигать. То есть, пальцем в небо продвигать, это бесполезно. Ну, как раз вопрос, по большому счету, здесь скажите, почему индус перестали работать и чем, в чем отличие, по большому счету, вот это продвижение? Самый главный такой вопрос. Почему никто не продвигает, а ты такой самый умный, что ли? То есть, вот смысл такой. Индусы почему перестали? А потому что индусы это делали все, в принципе, на программном уровне. Это кто-то где-то кого-то услышал, как это обычно бывает, либо там, я не знаю, как они общаются между собой, клубы, там, не клубы по интересам. Один и тот способ, это был, в принципе, такой метод, что они запускали VPN, ну, кто знает, кто поймет, запускали VPN, меняли MAC-адрес и поехали штамповать новорегнутые аккаунты, добавлять виш-листы. Что сделал Амазон? Он просто прикрыл эту лавочку и новорегнутые аккаунты больше не несут никакой, то есть, ну, никакого свеса они, в принципе, на Амазоне больше не имеют. То есть, это там, вы сделаете новый аккаунт, зайдете, попытаетесь проголосовать, ничего, никуда учитываться не будет. Ну, а дальше, видимо, все так у них там плохо, что мозг не работает, и они решили, наверное, либо прекратить, либо придумывают какие-то махинации. То есть, вообще, и вообще, такой способ продвижения, в целом, он имел место быть, конечно, как я считаю, вот, но, опять же, опять же, имеют тот же VPN, которым они пользовались, это постоянный IP-адрес. То есть, получалось, что с одного компьютера они регистрируют вам тысячу аккаунтов, там, я не знаю, 2-3 тысячи, то есть, без разницы, да хоть 10. С одного IP-адреса заходят к вам на листинг и добавляют там виш-лист, к примеру. Ну, как бы для Амазона, я скажу, есть такие вещи, если там вдаваться в подробности, фильтры, не фильтры, там, антифродовые фильтры. И такие товары, они просто уйдут под фильтры. То есть, это, Амазон будет понимать, что это один и тот же компьютер, хотя они меняют MAC-адрес, но это для Амазона там отпечатка в плане мышки, разрешения экранов и пошло-пошло-поехало. Там очень много параметров, которые Амазон просто отслеживает. Тем самым они просто, получается, не обходят антифрод и, вполне вероятно, могли убить листинг. То есть, поэтому, когда ко мне, в принципе, люди стали там какие-то обращаться, еще что-то, они говорят, у нас растет один ключ. Я говорю, я не понимаю, ну как, вот почему я двигаю свои товары, у меня растет связка, а вам как-то двигают один ключ. То есть, у меня не было понимания, потому что, если посмотреть запросы, которые уходят в базу Амазона, то есть, вообще действия, то есть, проснифать, то есть, ну, кто поймет, тот поймет. Проснифать запросы, которые мы получаем от Амазона и которые приходят к нам, то видно, когда мы в поисковой строке пишем любое слово, набирая хотя бы одну букву написали, то Амазон уже автоматически подтягивает все слова, существующие связки с этой буквой. То есть, по идее, если человек набрал это руками ключевое слово, то вся связка, которая будет продвигаться по этому ключевику, должна будет тянуться вся, иначе это какой-то совсем бред. То есть, ну, это я не понимаю, как это у них, честно, работало, то есть, но это небезопасно, то есть, в плане того, что это используется один IP-адрес, это вообще глупо. То есть, опять же, использовать прокси, это глупо, потому что также вся машина несет какие-то за собой отпечатки в плане там, ну, элементарно возьмем разрешение экрана, Амазон это отслеживает, какое разрешение экрана, отслеживает железо, какая видеокарта, и пошло, и пошло, и поехало. То есть, все действия, которые производятся с одной машины, это для листинга сразу попадение под фильтр, и все. То есть, ну, бессмысленные действия, то есть, никакого веса не будут нести. Все понятно? Какие там вопросы по делу? Как теперь стоит продвигать? Как стоит продвигать? Стоит продвигать грамотно, то есть, в плане того, я, как еще раз повторюсь, нужно понимать, что двигать. То есть, я, знаете, я вот там занимаюсь продвижением, некоторые люди обращают, чаще всего я вижу такую картину, человек приходит за продвижением, и сразу рубит с плеча самый топовый ключ. Вот, ну, это бессмысленно, да, и, конечно, я могу продвинуть, я вам хоть 7-миллионные продвину, то есть, это как бы несложно в целом, но что это даст в конечном итоге, ну, как бы тут решать уже вам. То есть, это ничего не даст, я вам чаще всего скажу. То есть, нужно понимать те ключи, которые продают, то есть, посмотреть, проанализировать, и уже с конкретикой какой-то обращаться. Опять, в лес уходишь, тут на данный момент, если ты хочешь людей обучать, консультировать и вести их целиком, то есть, твоя задача – получить конечный результат продажи. Основным это, как бы, вот я, например, консультацией, ты занимаешься, мы и стараемся в этом направлении работать. Здесь целый комплекс работы, и ты как раз к этому ведешь. А если… Я просто продвигать это в целом, запускаем рекламу, смотрим, что продается, то есть, мне, как бы, о чем мне консультировать? Я уже сказал, то есть, по идее, запускаем рекламу, смотрим продающие ключи, обращаемся за продвижением. Не, ну, это просто совет для действий. Просто основная масса, кто, например, кому это требует или знает ключи, это одна половина. А вторая половина, они не понимают, в принципе, вообще работы Амазона, им надо или доучиться, или подучиться, или с кем-то посоветоваться. То есть, просто смысл, мы пытаемся донести того, что, помимо того, что есть высокочастотники, на которые вы зайдете, не факт, что будет продаваться, и удержаться там будет, я не знаю, в десятки раз сложнее, чем любой средний низкочастотник. То есть, но это чуть в дебре. На данный момент наша задача просто получить результат. То есть, человек пришел, он говорит, я хочу первую страницу. Мы сейчас говорим, базовая цена примерно 400 долларов. Вот, за хороший высокочастотник. Да, iPhone case сейчас я смотрю. Ну, Fidget Spinner что-то никто не пишет. Ну, расскажи, что там, какие такие супертоповые ключи. Сколько, например, по деньгам, затратах может выйти. Или будем отдельно это все считать и думать, и смотреть. Слушай, я смотрю на нишу, то есть, уже от этого нужно плясать. То есть, на вскидку сказать, что... То есть, есть такие товары, у которых 50 ключевиков продающиеся, да, там, это, ну, например, я не знаю, какие тебе там сказать. Ну, к примеру, возьмем какую-нибудь мышку, да, компьютерную. То есть, ну, она может писаться, там, мышка для компьютера, для ноутбука. И пошло, и пошло, и поехало. Перечень, да, какая-то там, еще чего-то там для каких-то там планшетов. И пошло, и поехало. А есть товары просто, которые все продажи идут по одному ключевику. То есть, тут надо реально понимать и смотреть. То есть, не факт, что там 200 запросов и много продаж. То есть, реально, нужно смотреть. Ну, ты говоришь про товары с одним названием. Типа, CanOpener и Grinder там какой-нибудь и так далее. Вот. Слушай, ну, CanOpener, опять же, то есть, я могу сказать, что CanOpener ключ... Ну, Grinder. Ну, топовый ключ, но продаж по нему нет. То есть, есть намного интереснее ключи, по которым идут продажи. И, опять же, которые намного меньше количества запросов, но продаж там намного больше. Так, ладно, по поводу заказов и все остальное, просто, если кому интересно будет, скидывайте ключи. Я дам, соответственно, посмотрят, оценку скажут. Есть моменты, действительно, на опыте, есть момент, не забывайте, когда вы предоставляете ключи, они должны индексироваться. И примерно хотя бы на какой странице он находится, мы, потому что... То есть, Wai, хоть не будет его ни на какой странице, без разницы. Все равно, индексация не нужна, чтобы он индексировался? Нет, чтоб индекс, то есть, Async плюс ключ, чтоб он, конечно... Ну, вот, и об этом я и говорю. То есть, должна быть обязательно индексация. Если он в МЗВА не будет показывать, например, позиции там за трехсотые или где-то, то мне это без разницы. То есть, это никак не отражается на продвижении. Спрашиваю технические подробности продвижения. То есть, у многих вопрос такой, знаешь, какое количество заходов? Потому что раньше тактика была, тактика, точнее, была такая, что заходы, 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 один ключ поднимался, а конверсия падала. Здесь как с конверсией будет? Здесь конверсия будет хорошая, здесь заходов будет минимальная. Опять же, я скажу такую вещь, что, ну, ребята, которые так интересны более-менее, то, что вы видите на Амазоне глазами, это конверсия, БСР там и пошло и так далее, и так далее. Не обращайте на это внимания, это никаким образом не влияет на продвижение. То, что вы видите, как обычный продавец или покупатель, это никак не сказывается. То есть, у вас конверсия будет 0.1, и у вас может ключ быть в топе. То есть, это вообще никак не сказывается. То есть, все, что сказывается на продвижении, это скрыто от глаз покупателя и продавца. То есть, это вообще никак не относится ни к тому, ни к другому. То есть, поэтому по поводу переживать не стоит, но, опять же, я скажу, я никакую конверсию никуда не убиваю. Заходов на листинг нет. Какие-то технические, ничего такого там нет. То есть, все рассказали, что там, покупками, не покупками. То есть, я думаю, смысл об этом уточняли. Я говорю, да, что, продвижение полезными действиями, то есть, но каким образом они преподносятся просто Амазону, я уже рассказывать не буду, потому что, ну, сам понимаешь, умельцев. Да, понятно. По поводу, вот, уточни на старте. Отчасти, да, как спрашивают, как можно продвигать. Можно продвигать это все как было, так и есть. Можно продвигать через искусственные выкупы, то есть, органически. Можно продвигать, вот мы нашли, надеюсь, все хорошо сработает, время покажет. То есть, серое продвижение, есть, соответственно, PPC. PPC, сейчас разговор, просто говорим о том, что у нас выбрать вот эти ключи. Ну, я, например, листинги прорабатываю, то есть, мы уже по листингу конкретно работаем. Вот, я PPC запускаю именно на прибыль. Можно запускать в начале смотреть. Все по-разному. У меня просто есть отрицательный опыт с PPC, когда он мне не давал, к сожалению, продаж. У меня много людей, которые приходят, у которых по PPC за, там, я не знаю, за первый месяц было продаж, там, по каждому ключу по одной. Ну, это понтов. Ну, ничего не даст совершенно. Из-за этого мы какие-то ищем другие показатели. То есть, вот мы пишем листинги по этим показателям, даем эти таблицы. И, соответственно, как мы сегодня разговаривали как раз по поводу наших, которые мы пишем листинги, и люди переживают, что я все время повторяюсь о том, что наш листинг под мою тактику продаж. Да нет. Мы просто очень узко затачиваем под конкретно SEO. Вот. Из-за этого это просто стилистика такая. Я неправильно, может, выражаюсь. Она в любом случае. Мы подгоняем, естественно, индивидуально с каждым общаемся на русском языке, а не на индусском, так скажем. Вот. И можно какие-то уточнения напрямую по телефону, а не перепиской. Вот. Те конкретные люди, которые этот листинг пишут. Но здесь, в любом случае, помимо универсальности, что можно к каждому подогнать, все равно есть принцип универсальности. Все равно мы затачим листинг под SEO. Я не занимаюсь маркетингом, я не занимаюсь продажными текстами. Мы, в первую очередь, пишем листинги для того, чтобы его зацепил именно робот. Чтобы проще было как раз продвижение. Что вот некоторые люди у нас просто перед тем, как продвижение сделать, они сначала заказывают тот же листинг, переделывают, например, чтобы было проще. Но есть и такая тема. Потому что нужны ключи. Многие люди просто реально приходят продвигать, а он даже в сёрш-тёрме не прописан. Ну, это проблема, нет, то есть надо же понимать, да, да, куда двигаться. Листинг готовый должен быть, текст должен быть готовый. Анализ конкурентов тоже всегда надо смотреть, где конкуренты вылазят, какие. То есть надо следить за своей нишей. То есть, ну, в принципе, ваш товар, вам должно быть интересно, кто всекается в ваш рынок, как он движется, как все происходит в нем. То есть от этого уже плясать и подстраиваться. То есть наша задача, в принципе, быть как бы наравне со всеми, иметь свои продажи. Так, по поводу, вот два вопроса последних. Листинг проверяется перед раскруткой. Ну, в любом случае, можно, конечно, общаться, но это отдельная работа. Дело не в том, что там сложно. Невозможно Листинг проверить. Я не знаю, я уже миллион раз это объяснял, я не знаю, как его проверять. Слушай, я тоже, в принципе, я не в понятии. У каждого своя ниша, то есть тут сложно. Нет, его просто как проверять? Я проверяю на цифрах. То есть я ключи, у меня есть определенные критерии. То есть я не скрываю, мы, которые Листинги пишем людям, мы даем эту таблицу, откуда они вообще берутся. То есть там данные мерчендворда, данные конкурентных предложений на Амазоне и данные на средний продаж по Амзоскопу. То есть как минимум три таких показателей есть. Постепенно смотрим, может, что-то еще найдем. То есть это наработано со временем и отталкиваясь от этого, мы уже смотрим на эти ключи. Вот. И по этим цифрам я могу проанализировать Листинг. Потому что кейворды 70%. Когда на файвере народ пишет тут файвер, файвер, да все, он сдох, я не знаю, что с ним там работать. Ну как они, они кейворды не пишут, там основная масса, а все звезды. Дайте нам сами семь ключей, и мы напишем Листинг. Да он вообще ничего не стоит. Кейворды, надо по ним работать, надо целый Листинг делать. Еще раз говорю, те, кто люди не продвигают Листинги, ни продажами не занимаются, ни продвижением не занимаются. Как они могут Листинг написать? Как они пишут, мы там в топ и куда? Да я не... Вот сколько у меня людей делали, переделываем эти Листинги, я что-то не вижу, как они сами в топ. И сам Листинг в топ не попадет, как правило. Этот товар должен быть крутой, совокупность факторов. И Листинг в том числе. И здесь также, вот по этому продвижению. И в PPC надо Листинг писать. И каждый специалист, который уважающий себя, он никогда не возьмется за работу с тупым, ну как сказать, не остро заточенным Листингом. Потому что надо ключи, что там были прописаны, чтобы они индексировались, все было понятно. Мы здесь не занимаемся проверкой Листингов. Листинги в других местах как бы занимаются. Здесь это другая история. По поводу непосредственно... Как это сказать? Я имею в виду значительный дополнительный... Так, по Листингу это по работе понятно. Влияет ли объем текста или в буллетах и в описании на продвижение? Ну, все влияет, наверное, я не знаю. Это опять... Вы проверьте индексацию. Если индексируется, ну, нормально. Листинги, еще раз говорю, огромное количество по-разному пишут. У нас свое представление, как написать Листинг, и мы его таким образом пишем. В целом на продвижение это не скажется. Это скажется дальше на зацепе просто и все, то есть на всех остальных ключевиках и так далее. То есть надо смотреть, да, везде всегда надо тестировать все. Да, сразу ничего не бывает. Даже первый листинг, когда пишешь, не забывайте, нового товара или товар, который давно не продавался, бывают ситуации, что надо в любом случае сделать продажи, там, искусственный выкуп и так далее, чтобы постепенно Амазон нас заметил, проиндексировал. Так, вот здесь вопрос у Павла. Так в чем в итоге двигаем ключ в топ, не верифая отзывы и все? Нет. Мы рассказали про не верифайт отзывы, что мы их делаем. Они стоят 5 долларов. Если от 50 штук, мы делаем за 4 доллара. То есть просто даете документ, соответственно, там, оптом, так скажем, дешевле. В этом отношении мы так видим. Пишите туда осин и пишите количество штук в день, сколько надо написать. Надо, естественно, писать отзыв, надо, естественно, писать шапку от отзыва. Это в любом случае. По поводу того, что второй этап, мы еще двигаем отдельно, двигаем ключ. То есть наша задача – вывести ключ в топ. Топ-16, правильно я говорю? Ну, слушай, там у всех разная выдача. Опять же, такой момент есть, смотри, интересный. Момент вот интересный, да. Топ-16 и сколько дней? Давай про это поговорим. Смотри, ну, во-первых, про места, да. Как бы могу сразу интересную вещь рассказать. Происходит иногда выдача не конкретно All-Depart, да, получается. Выходит категория, подкатегория. Это с компьютерной версии. То есть это раз. Второй момент. Когда мы смотрим мобильник, у нас всегда All-Depart. То есть вот тут вот получается, что в принципе, в принципе, по каждому ключу нужно вести двойную работу. То есть, ну, как я делаю, я чаще вытаскиваю тот, который, ну, отображается у нас на компьютере, либо категория, либо это бывает All-Depart. Ну, это у всех товаров по-разному, и сетки у всех по-разному. То есть бывает. Вот. В целом, в целом, чаще всего ключ, он просто потом подтягивается. То есть он подтягивается по всем выдачам, либо с мобильного устройства, либо там с планшета, без разницы. По позициям ТОП-16, ну, чаще, ну, знаешь, такие бывают моменты, что на странице выдачи 50 товаров. Ну, такое я тоже встречаю. Нет, часто такое будет. Я из этого уточняю. Именно первая страница или ТОП-16. И второй момент. Сколько дней мы гарантированно держим, после которого время считается выполненная работа. Я тебе плачу деньги. По ТОП-16 это первая страница. То есть это, я смотрю просто, сколько на выдаче примерно. То есть я обычно не бросаю ключ, это если там самый конец. То есть это понятное дело. Вот. А по времени это 5 дней. То есть это реально достаточно понять того и зацепиться. Если нет, ну, значит, либо неправильно проанализировали, либо что-то не так с листингом. То есть фотографиями и так далее. По ТОП-16. ТОП-16 или все-таки просто тупо первая страница All-Depart? Тупо первая страница. ТОП-16 это и вообще не показатель. То есть, ну, это бред. Это раньше, когда это было ТОП-16, это была первая страница. Да, я согласен. Просто мы уточнили, что вопроса просто не было. Тут мы как бы не торгуемся, там больше, меньше. Просто говорим о том, что по факту. Так, как понять, какой ключ? Ну, понятно, что единственный показатель на Амазоне – это у нас PPC. Другого варианта нет. Есть варианты просто методом научного тыка. Вот как сегодня у меня человек определил. Он вышел на первую страницу, у него 10 продаж. Упал с первой страницы по этому ключу, у него 0 продаж. То есть все очень просто. И это много раз повторялось, соответственно, он понял, что это ключ его. Так. Кстати, нельзя взломать Амазон, чтобы понять, откуда у нас идут продажи реально. Вот это был бы спрос жесткий. Нет, эта информация вообще скрыта никаким. Вот, вот это, конечно, было бы круто. Но раньше и сёрш-сёрм нельзя было скрыть. Так что ждем умельцев. Так. То есть нужно оптимизировать текст в описании и пульты с ключевыми фразами. Надо все оптимизировать, конечно. Сколько заявок сейчас можете взять в работу? Какое у тебя ограничение вообще? Как это все выглядит? Мы, в принципе, меня сейчас несколько человек там висят. А после я хотел... Ну, слушай, честно, набирать прям целую толпу, чтобы там раскидываться, нет. Но по мере, то есть я как бы там сам скажу, когда мне хватит и когда уже будет свободно, просто будем добавлять новых. То есть я буду... Да, сейчас на данный момент никуда мы горячку не гоним, потому что мы уже как минимум две недели проверяем все это дело. Один товар уже вывели, один товар у нас там болтается, потому что разные товары по-разному. Есть товары, которые двигаются прямо пропорционально. Да, то есть, опять же, по продвижению по срокам, то есть мало ли там у кого-то есть какие-то вопросы, по срокам это все индивидуально. Ну, нет, в любом случае, две недели, первый как бы отчетный, чтобы там какие вопросы, туда-сюда. То есть мы берем от двух до четырех недель. Да, потому что бывает, работу можно сделать за пару дней, там за четыре, там три дня, а дальше Амазон уже просто сам долго думает. То есть такой вариант может быть... Выстреливать, просто выстреливать, да и все, то есть это нормально. Это также у меня с ситуацией сейчас... Сейчас парадокс вообще, сейчас непонятная история. Мы сейчас делаем выкупы. Я раньше говорил, в среднем жирный низкочастотник мне стоил 5-10 раздать. Сейчас вообще запросто, просто раздаешь по одному ключу, продвинется вообще параллельные ключи. Вообще запросто. И многие у меня даже... И высокочастотник, все что угодно продвигаться может. То есть предсказуемости нет. Ну вот, из-за этого смысл говорить нет. Вот Александр спрашивает, существуют ли ограничения, используем ключевые фразы в буллетах и в описании. Допустим, в классическом SEO идет текст на 1000 символов, идет на 3-5 ключевика. Здесь постоянно у Амазона одно правило, правило нет. Никто ничего не знает. У нас раньше было там... Ну, короче, сейчас на этот момент я кейворды пишу 250-400 символов в строчку. И то прям жесткий тренд идет к тому, чтобы уменьшить там до 200, до 150 в строчку. И мы сейчас, когда человеку делаем листинги, пишем, мы сейчас уже делаем два серстерма. Человеку как нравится, так он и делает. Мы делаем серстерм фразу через запятую с повторением, соответственно. Вот. И делаем отдельно еще серстерм. Именно без повторения. То есть, ну, просто убираем все повторения. Все. То есть, человеку что нравится, он так и использует. Или дополнительно просто добивает. Вот. У нас тренд один. Буллеты короткие, серстерм короткий. Так что мне достаточно, на самом деле, по индексации, если я буду там 10-20 ключей на первой странице, и у меня будет всего 20 фраз, то есть, или там 30 в серстерме, мне вполне этого достаточно. Ну, это правильно. Слушай, не надо перегружать. Амазон не любит никогда перегрузку ничем. То есть, ни текстами. Текстами. То есть, кстати, кто-то спрашивал про большие текста. Если какой-то реально интересный текст, то есть, какое-то описание, свойства, там еще что-то. Ну, можно написать. А так перегружать вообще чем-либо трафиком извне, там, прям на листинг лить или еще что-то. Это, ну, не есть хорошо для Амазона. То есть, все нужно фильтровать, потому что Амазон может, то есть, даже раздавая там по супер URL, да, там по одному. То есть, ну, в принципе, как объяснить, есть АМЗ-1, есть супер URL, да, мы его формируем. Амазон прекрасно видит, что заходы идут от АМЗ-1. То есть, это то же самое, как мы сможем посмотреть рефер, который отображается, когда с Google переходим. То есть, у нас будет видно, что это переход с Google. И если мы просто будем листинг нагружать одними переходами с Google, к примеру, и это все будет приводить к стопроцентным покупкам, либо там еще просто он в тупую будет заходить, это плохо. Надо все размешивать. То есть, реально нужно мешать все, чтобы не перегружать Амазон лишней ерундой. То есть, он должен понимать, что это все живое, а не накручиваем мы там с Facebook по одной ссылке нашей, мы сливаем там в день по 15 тысяч уников. То есть, ну, это плохо. Не надо такое делать. Так, вот еще вопросы. Тут уже не первый я смотрю, встречаю. Вот Ольга спрашивает, а можно контакт с спикером? А с какой целью вы интересуетесь? То есть, мы работаем вот вместе. То есть, обращайтесь ко мне. Если какие-то будут вопросы, я в любом случае какие-то проблемы и так далее свяжу с человеком, который исполнитель, или, соответственно, я с него спрашиваю. То есть, я не знаю просто, зачем это надо. Я в любом случае в этой ситуации являюсь как бы гарантом. Человек спокоен за деньги. То есть, деньги заплатили мне, вы спокойны за деньги, он спокойен за деньги. И всем удобно работать, мне кажется, самый комфортный вариант. Если не выполнили, есть какие-то проблемы, соответственно, они ложатся на меня. Если вы работаете напрямую, здесь очень много всяких проблем возникает. Бывают всякие ситуации. Так, Денис, приветствую. Мне не хотелось, чтобы меня просто перегружали там лишними вопросами. Каждый занимается своим по большому счету, правильно? Согласись, Омэ. Я работаю, как бы у меня просто очень много времени уходит на все эти движения по продвижению и так далее. То есть, оказание услуг и времени там, в принципе, рассказывать что-то. То есть, если кому-то может быть интересно, можно будет проводить лайвы какие-то по SEO, что-то рассказывать. То есть, в принципе, я для себя всегда открываю что-то новое, какие-то моменты. В принципе, каждый день что-то новое. Вот, и какие-то... Сейчас займемся, поставим какой результат будет, там неделя через две, будет что-то о чем поговорить. Просто я только за, потому что это интересно, в любом случае полезно. Так, еще был вопрос, два вопроса сейчас. По абонент плате и потому, что с первой страницы стоп-12, например, поднять в стоп-3. Так, ну, по абонент плате могу сказать так, что проблема заключается в том, что непонятен результат. То есть, да, можно брать на месячную, там, два месяца продвижения. То есть, что я могу, ну, конкретно гарантировать, это будет рост. Какой рост, непонятен. Нет, нет, человек, например, вышел, заплатил 400 баксов, например, вышел на первое. И говорит, я готов каждый месяц платить 400 баксов, ну, как мы раньше, например, делали. И вы меня просто тут держите, там, вот, топ, там, ну, главное, чтобы на первой странице я болтался, там, в сережке, грубо говоря, мне устраивало. Буквально, то есть, по всем товарам нужно смотреть, потому что материал у меня, как бы, тоже стоит денег, при том я работаю очень качественным материалом, очень дорогим. Вот, и все зависит от того, насколько мне нужно будет работать с этим товаром. Значит, я тебе просто буду давать ключи, а ты сам будешь отказываться или принимать решение, правильно? Да, то есть, если я буду понимать, что просто мне на этот ключ надо будет потратить целый месяц, всего на один месяц целый убивать, то мне тогда будет проще взять, как бы, два каких-то полегче, чем тратить. Нет, нет, тут смотри, ты взял ключ, ты его вывел на первую страницу. И человек говорит, а не могли бы вы его там удерживать? Нет, 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 не буду заниматься удержанием, потому что это будет то же самое продвижение, то есть, ну, по крайней мере, в моем случае, так как я делаю это все вручную, то это, считаю, будет то же самое продвижение. С компонентной платой, все, короче, вопросов нет, мы сейчас третий пункт еще будем рассказывать, и вы поймете, там по-другому, и вот как раз к этому вопросу, ну, так скажем, вопрос сам с собой отпадет. А, сейчас, значит, еще вопрос, именно поднять на первой странице, то есть, с дна, например, в топ-3, в топ-5. Ну, опять же, это можно, но в целом, в целом, в целом, ну, если снижа нет, то сверху маловероятно. То есть, еще раз, ну, любой каприз за ваши деньги. Все, понятно, короче, обращайтесь, я даю ключ, человеку говорим задание, выполняет, будь стоит столько, то он считает по себестоимости, естественно, это 100% гарантия, выполнили, 5 дней удержал он вас там, денежки отдали, соответственно, не выполнил, значит, не сделает, то есть, это в любом случае. Так, что у нас вот еще, ребят скажет, пожалуйста, мы не первые, страница внизу, хотим, если сможем помочь. Ну, вот это из этой же серии. То есть, обращайтесь, я даю ключ, даете свой осин, мы смотрим товар, насколько классный лисинг, насколько классные фото. Вплоть до того, может быть, даже серстерам попросим, чтобы понять, что у вас там. Ну, мы, естественно, вы нам дадите ключ, мы проверим и так, без вас осин и как он индексируется. Но в любом случае, будем общаться индивидуально. Если гарантия просит ваше продвижение, лисинг не уйдет в банк. Гарантии нет. Это в любом случае, потому что вам никто не напишет никогда, что вот после этого продвижения, вот они негодяя вам продвинули и ушел в бан. Вы можете уйти в бан от хазмата, от каких сертификатов, от конкурентов, от того, что у вас плохие там метрики, там, ну, просто миллион вообще возможностей. Да, Денис, бывает такой момент, ну, я, по крайней мере, честно тебе скажу, не сталкивался, но бывает такой момент, что люди, например, заказывали где-нибудь отзывы, то есть, да, какие-то там, я не понимаю, там, левые, не левые, я не знаю, то есть, как им писали. После этого и не обращаются за продвижением, и им приходит, например, письмо какое-то. То есть, это не дает никакой гарантии, что это от продвижения. То есть, люди бывают, там, может, вы заказывали у индусов продвижения, там, каких-то, по которым вам пытались что-то наковыряясь листингом, и пришло письмо от этого. То есть, ну, тут как бы... В любом случае, да, да, я помню, в октябре месяце, когда я только об этом заговорил, бан, это было самый номер один, а в феврале, в марте мне люди говорили, что мне вообще не учиться надо, ничего не надо, я вообще там тяп-ляп сделаю, и мне просто там выведут, я знаю людей реально, которые ничего не знали, вывели супертрендовый товар, те же спиннеры там и так далее, где бешеные продажи, просто свои 20-30 продаж, вокруг все по 130 продавали, а они тяп-ляп продавали по 20-30. Из-за этого здесь ничего здесь не скажешь, не сделаешь. Профессионализм, ну, вот, слабые как бы уходят, сильные приходят, тем более, мы можем, я могу гарантировать лично я, я не знаю технологии, я не программист, я не могу оценить риски. Вот, мы некоторые товары двигаем, да, в любом случае рискованно, но наш бизнес в любом случае рискован, так что смотрите, надо говорить открытым текстом, как на самом деле есть. И кто вот здесь присутствует, 100 человек на данный момент, ну, видео посмотрят несколько тысяч человек, кто не пользовался нашими продвижениями всякими там, вихрями, ураганами там и так далее, и так далее, все, очень многие пользовались, многие не пользовались. То есть, Китай, наверное, весь на нем висит, там, Соединенные Штаты, наверное, намного меньше, я со многими общался оттуда, они вообще не пользуются таким медным продвижением. Все работают по-разному, надо это понимать. Мы никого в заблуждение вводить не хотим. Вот, мы максимально стараемся, мы понимаем все это, мы сами являемся продавцами намазывания, мы продвигаем, я сам лично продвигаю свои товары там. Вот и все. И моих учеников там продвигают, то есть и так далее, и так далее. Просто мы сначала тестируем на себя, потом запускаем это как бы вобще. Вот, так что я могу гарантировать только за деньги. То есть, мне деньги перевели, работу выполнили, я отписался, работу выполнили, отправили. Ну, у меня, в принципе, проблем особо не было. То есть, кто с нами работал, если возможность есть, напишите отзывы. Ну, так, значит, дальше идем. Хотелось бы услышать комментарий по поводу Ихарк, по поводу серстерма, по поводу листинга. Это другая история. Наверное, приглашать на других людей. Вот, я могу там рассказать свою стратегию. Ну, может быть, в следующий четверг, я не знаю, по SEO, может быть, есть смысл поговорить именно не про продвижение, а именно про листинги. Но я никогда себя не считал каким-то мега-специалистом, и я не очень люблю эту тему. Вот, потому что листинг – это один из очень важных инструментов, которым надо уметь пользоваться. Вот, мы вот производим свои консультации, обучаем и учим людей, как писать листинги. Вот, то есть, принцип написания листинга и так далее. Это да. Но вот так вот просто рассказать 250. Я могу одно сказать, что просто листинг не даст ничего в основном. Как правило, не даст ничего. Но без нормального листинга, опять же, мало чего получится. То есть, просто тупым ножом резать хлеб будет неудобно. Из-за этого надо все инструменты иметь острые. Вот, а острость – это, конечно, относительно все, но выберите правильные ключи, находите ключи, пользуйтесь правильными программами. Вот, отбирайте, имейте какие-то объективные показатели. Так, так что по листингу, думаю, в следующий раз, может быть, или мне позвоните, может, пообщаемся. Ну, не знаю. Это долго… Листинг – это просто долгая история, и у всех представления разные. И еще надо не забывать, я вот для себя почерпнул, все-таки надо америкосам отдавать на проверку по-любому, даже если вы знаете английский язык. Все равно надо, да, вот у нас сколько бы я не писал, все равно отдаю на перевод. Ну, блин, не получается. Получаются какие-то все равно несостыковки. Так, значит, дальше. То есть, одна строчка через запятую, другая строчка идет с теми же ключами, но через пробел. Да нет, нет, совершенно не так. Можно вообще по-разному делать. Еще раз говорю вам, не надо загоняться по этому поводу. Много-много разных способов, реально. Вот, извращаются люди как угодно. Если у вас все прописано правильно, запятая, не запятая, с повторениями фразово-нефразово, не сильно это влияет. Если у вас все в совокупности хорошо. Так, Ольга, хорошо. Ну, я просто не знаю, зачем вам это надо. У нас была такая практика, мы забыли их написать. При этом в результате работы мы были на первой странице. Как это объяснить? Я не знаю. Ну, тайтл проиндексировали вам, да и все. Как запустить товар? Заказ 8 верифицированных отзывов. Можно ли заказать по верхних 10 без выкупа? Да можно все, что угодно. Мы делаем на данный момент, ну, делали от 5, не верифая отзывов, вот, так что обращайтесь, надо, сделаем, никаких проблем нет. Не знаю, будем мы увеличивать количество или нет, а минимально, потому что мороки много, вот, а выхлоп не очень большой. Ну, и вообще, на самом деле, эффективность очень маленькая. Вот вы сделали 8, не верифая, интересно, какая у вас партия. Я вот делаю до 10% от закупки. Ну, то есть, 100 тысяч везу, я, значит, 100 раздаю. Заведомо закладываю в их себестоимость. То есть, заведомо. Так, дальше, Александр. Вопрос по фото. Стоит ли ставить инфографик на главный фото? Смотрю, что самый продаваемый лисинг в моей нише имеет много инфографики, даже немного перенасыщенности. Тут, опять же, на любителя все инфографики. Если на самом деле, что такое фотография? Фотография – это привлечь внимание, вы должны выделиться. Если у всех с инфографикой, наверное, вам надо делать стиль какой-то там минимализма. Если у всех минимализм, наверное, стиль какой-то с инфографикой. Я не знаю, просто это такая вкусовщина, там 3D-рендинг кто-то делает, кто-то принципиально не делает, потому что мне нравится, что это не натуральный продукт. Это все индивидуально, и опять надо смотреть, действительно, по конкурентам. Так, что дальше? То есть, по фото – это все другая история. Мы чуть-чуть в дебри уходим именно лисинга. Фото, лисинг, анализ конкурентов, значит, цена, вскрытие, серфтермов – это все именно там. Да, и это одна из основных частей. Но мы вот здесь как раз сейчас оглашаем тот спектр услуг, кусок спектра услуг, который мы сейчас делаем. Это не верифайл, это продвижение одного ключа. И вот сейчас будет самое интересное – продвижение целого спектра ключей. Ну, сейчас я вот на отзывы текущие на вопросы отвечу. Работает ли раздача через Stormfront, Super World – самый ли это эффективный способ? Ну, вам только что сказали по поводу этого. Это не самый эффективный способ. Надо делать все. Чуть-чуть через Amzua, наверное, чуть-чуть через Stormfront. Да, перегружать. Просто, ну, то есть, люди, которые не понимают немножко техническую часть Амазона, то, я как говорил, есть фильтры. И если просто перегружаем Амазону, ну, это не нравится. То есть, это относительно того, что вы будете там долбиться в одну и ту же дверь к соседу, который там раз откроет нормально, два откроет нормально, на третьем он там начнет уже ругаться. То есть, у Амазона то же самое. Ему непонятно, почему у вас там 100 продаж, и все они идут там от MZ1. То есть, Амазон прекрасно понимает, от кого ему приходят запросы. А Stormfront, если оттуда все идут. Еще раз, не понял. Stormfront, вот этот, знаешь, что это такое? Когда в магазин Амазона заходишь, внутри этого магазина продавца. Я знаю, да, я знаю такую вещь, но, опять же, нет, это работает, это работает, то есть, все работает, то есть, именно по, если это мы берем там Super URL или этот, то есть, через такой Super URL, это все в целом работает, но если мы просто будем гнать это все вот так, Амазон видит, то есть, там отображается с технической части. То есть, мы, когда заходим на страницы продуктов, то есть, по ключевику, у нас в конечном итоге в Super URL, который отображается, у нас есть такая ерундистика там, страницы, место товара, то есть, и так далее. И когда мы заходим вот через магазин, у нас там место отображается, если у нас это по этому ключевику всего лишь один товар, у нас первая страница, первое место отображается. И Амазон, это у него, если, я говорю, там смотреть запросы, запросы конкретно, это Амазону все передается, то есть, каждое действие на Амазоне, оно записывается, то есть, это все передается. И если Амазон будет видеть, что происходит все, вот именно выкуп с одного места или там что-то, это плохо, это переспам называется. То есть, это как в любом каком-то, там, почты, не почты, это просто переспам, и это не то, что критично для листинга, но это плохо для Амазона. То есть, он хочет, чтобы продажи были отовсюду, а не так, что с одного места. То есть, ну, это глупо, это просто даже если так вот логически рассудить, это просто глупо. Ну, там нелогично, человек сидит, там сидит робот, и у робота есть свои установки. Если это заложено в спам, значит, у вас будет повторение постоянно одинаковое, правильно? И будет просто неэффективно. Да, при том, я скажу так, что это относится к большей части Амазон фронт, то есть, ну, это мошенничество, то есть, получается. И у Амазона эта система, она самообучаемая, то есть, она реально, если вы начинаете что-то там куда-то, шаг влево или шаг вправо, Амазон это просто, если ему что-то не понравилось, это вносит список, ну, как бы вносит это в список, и через день у вас это просто будет только вредить вам. То есть, переспамливать листинг никак в каком случае нельзя, то есть, там есть такие теории, а вот надо лить трафик на, ну, то есть, там, рекламу на прямую ссылку, там, товары или еще что-то. Нет, если вы льете рекламу, льем сначала на лендинг, а оттуда уже ведем уже клиентов на Амазон, то есть, не надо лить напрямую, то есть, тупые переходы в большом количестве, это переспам. Да, из-за этого на начальном этапе можно пользоваться Амзеваном, можно пользоваться Торнфронтом, потом переходить на органику. Когда вы зацепились, вас увидели, переходите по ссылке, переходите по нормальному. Не надо вот это вот перенасыщение. Я понимаю, что многие отказываются, хотят по супервиру, ленятся, но я считаю, это неэффективно. Нет, это неэффективно, я с тобой абсолютно согласен. Эффективно, чтобы человек нашел вас в органике и купил, и все. Да? Вот, и опять же, не надо всем говорить, надо написать отзыв такой, отзыв такой, проголосовать за это. То есть, надо все равно рандомить. Так, дальше. Важно, ограничены ли вы в мощностях по продвижению? Ограничены. Потому что большой плац работы делается вручной. Правильно я сказал? Да, конечно, конечно. Вот, то есть, без ограничений нет, такого нет. Вот, в любом случае обращайтесь, мы не будем брать лишние работы. Вот, то есть, будем работать с тем материалом, который есть. Вот и все. Что будет дальше, ну, будет видно. Сейчас, на данный момент, мы просто даже не знаем, какой спрос там и все остальное. Вот, люди звонят уже. Я не знаю, зачем. Так, ладно, дальше. Если по ключевому слову моего товара нет, можно продвинуть? Как это? Я не понимаю. Если вы ставите осин и ваш ключ там красненьким загорается, можно продвинуть. А если не загорается, значит нельзя. Или вы хотите продвигать надувную лодку среди футбольных мячей? Ну, наверное, никак. Вот, соответственно, уточните, пожалуйста, вопрос. Так, вопросы кончились, и там, может быть, какие-то пропустил, потом добавим. Переходим плавно к третьему этапу, самому непонятному, о котором я писал недавно вопросник. И, в принципе, максимальная часть людей на него отреагировала. Были до этого ребята, которые это предлагали. Отзывы я послушал, их привать и так, и у меня с ними не сложилось. Говорить о них смысла нет. Они хотели продвигать. Наверное, не просто так. То есть, есть у них люди, они тоже были посредниками. Есть люди, которые занимаются именно тем же. Значит, постепенно, видимо, идет струя в том направлении. И как только что мы рассказывали, что двигается один, да, и хвосты подтягиваются. Соответственно, мы сейчас рассматриваем вариант именно продвижения по всему фронту. Расскажи вообще, а потом я добавлю. Ну, комплексное продвижение, то есть, в принципе, тоже можем предлагать и будем предлагать. Но есть проблема в том, что нет понимания, какой результат считается финальным. То есть, в принципе, как выглядит это у меня, я по своим продуктам, естественно, двигаю все комплексом. То есть, я продвигаю, беру, там обозначают для себя каких-то три различных ключа, которые не связаны. То есть, это, ну, например, pen opener, да, и дальше будет у нас подтягиваться мануал, там, артриты. Пошло я, пошло я, поехал. Ну, и какой-то другой ключ, то есть, ну, пускай, я не знаю, там, iPhone 7, кейс, там, пускай и так далее. То есть, получается, подтягивается связка. Я беру просто ключевики, которые по смыслу не связаны, потому что смысловые они подтягиваются, и начинаю продвигать. То есть, и дальше у меня подтягиваются хвосты. Но у меня был такой опыт, что у меня хвосты, бывает, и перерастают основные ключи, которые я двигаю. То есть, там, основной у меня на десятом месте, хвост у меня вообще на первое место вываливается. То есть, такие моменты. И здесь непонятно просто, какой результат будет считаться финальным. То есть, в принципе, что я могу гарантировать, это я могу гарантировать рост по ключевикам. То есть, какие-то, которые я наверняка буду, там, работать, с которыми больше всего это первые страницы. Это, естественно, то есть, ну, мы говорим про месячный какой-то, да, там, срок. Это, понятно, будет, там, первые места, скорее всего, даже. Вот, если не первые, то есть, я пойму, что сильно перегруз идет, я переключаюсь на другие. Просто свободное время начинаю, там, убивать на другие и так далее. То есть, в принципе, вот, как бы, с одной стороны, это эффективнее, конечно. То есть, это потому что, как бы, ну, моя теория такая, что продвигая один ключ, это хорошо, если мы знаем, что вот это именно он, это наш, то есть, волшебная кнопка бабло, да. Если мы не знаем, то, в принципе, вот методом тыка, то есть, мы смотрим по позициям, видим, что у нас ключ подтянулся, хоп, у нас увеличились продажи. Окей, мы можем налечь на этот ключ и продвинуть его выше. То есть, если это он, значит, все круто, плюс еще другие в топе, получается, там, ну, или на второй, на третьей странице. Вот. Далее, что еще могу сказать? Ну, в принципе, в принципе, этот метод эффективнее, потому что, продвигая один ключ, если у конкурентов еще 10 продвинутых, естественно, то у них, если будет хотя бы намного там, ну, не намного, на три продажи больше, чем у вас, вы медленно начнете падать, потому что, как я и говорил, это связка. То есть, нет такого понятия на Амазоне в целом один ключ. То есть, даже когда мы вам будем, в принципе, оказывать услуги по продвижению одного ключевика, другие ключевики, связка начнет также подтягиваться. То есть, это также будет рост по ней, это будет какое-то... Но здесь больше шанс того удержания на первой странице, то есть, это понятно, что мы больше охват берем. Ну, и, в принципе, конечно, это лучше. То есть, как я и говорил, это не будет перенасыщения листинга по одному ключевику, то есть, вот и все. Ну, вот, здесь вопрос просто, мы на данный момент не понимаем, как оценивать результат работы. Я думаю, по этому пункту, в принципе, общаться будем индивидуально. Опять же, кому это интересно, по цене. По цене здесь в любом случае очень такой скользкий момент по работе. Мы собирались брать за это тысячу долларов за месяц, вот, по результату работы. Вот. У нас такое предложение. Если это кому будет интересно, обращайтесь. Если будет, как вот у нас, опять же, до этого была серьезная, хорошая, положительная динамика, серьезная, вот, но не будет, например, первых страниц, вот, это будет стоить 500 долларов. Если будут реально ключи на первых страницах, то, соответственно, будет выполнение работы. Ну, еще раз говорю, здесь... Я там поправлю, это не идет разговор о том, что я буду двигать ключевики с тысячу запросов в месяц. Нет, это такой разговор не идет, то есть, я буду брать нормальные ключевики, это, естественно, я как обычно беру там, ну, то есть, я не говорю, что это какие-то позиции будут, то есть, я говорю именно для продвижения, да, то есть, я беру это где-то, если товар, то есть, у него топовый там, ну, полтора миллиона ключевик, я беру его, потом беру ключевик там, 700 тысяч, 200 тысяч и пускай 50 тысяч. И просто смотрим динамику по всем ключевикам, то есть, здесь я как бы работаю комплексно по всем и уже тоже анализировать, то есть, надо какую-то там обратную связь, там, пускай это будет раз в две недели, там, да, то есть, человек тебе говорит, у меня увеличились продажи там, или у меня что-то начало продаваться, то есть, мы смотрим, какой ключевик при этом вырос и, значит, надавливаем на него просто, то есть, значит, где-то мы нащупали жилу. Если нет, то, значит, что-то можно просто поменять, другую связку взять, посмотреть. То есть, тут, в принципе, ну, надо, тут, как и я говорю, я, в принципе, всегда все тестирую и проверяю. То есть, так говорить об этом тоже есть там на руках. На данный момент мы в любом случае как бы адекватные люди абсолютно, вот, и не будем там загибать какие-то цены и так далее. То есть, работа будет происходить ровно месяц, то есть, на месяц взяли, через месяц подытожили, посмотрели, пообщались. То есть, естественно, эта работа, вот как раз был вопрос, можно ли удерживать эти ключи, как раз можно на абонентскую плату постоянно этим заниматься, правильно? То есть, удержание это на абонентку, потому что просто вот взять и держать его, ну, это надо будет делать продвижение, то есть, и все это, нон-стопом придется делать продвижение. Селс ранг меняется в нашем продвижении? Ну, незначительно. Так, понятно. Вот, то есть, по поводу этого продвижения здесь… Да, чаще всего это незаметно, то есть, если там он какой-то, ну, это стандартно. То есть, все, что как у вас есть, в принципе, не будет там того, что, как раньше, там, ну, насколько я знаю, там, имел дела одно время, то есть, давным-давно, когда делали какая-то покупка, отмена, когда там БСР, конечно, очень сильно падал из-за того, что там была какая-то перегрузка по покупкам и так далее. Нет, этого ничего не будет, никаких резких скачков, никаких резких действий я с листингами не делаю, потому что считаю, как бы, это все плохо, то есть, я люблю, как бы, все равномерно, стабильно, и чтобы это было все владить. Сейчас получается вопрос, за месяц, да, это будет ровно месяц делаться, сели, посмотрели, если положительная динамика очень, ну, вообще практически ее нет, естественно, выполнение работы нет, если она есть, серьезно, сколько мы будем примерно ключей, ты, соответственно, будешь брать где-то 5 высокочастотников и, соответственно… Нет, слушай, ну, нет, нет, Денис, такого разговора не будет, что 5, я буду на свое усмотрение брать, то есть, я буду смотреть ищу… Нет, нет, я не понял, я не об этом, то есть, надо определиться, как, то есть, человек, например, берет свой товар, скидывает нам, например, 30 своих ключей, правильно? 30 ключевых запросов… Ну, примерно по тому, что я считаю, из этого можно вырисовать, ну, как бы нарисовать связочку какую-то по товарам, а по ключевикам, то есть, в плане, я смотрю так, что, ну, смотри, просто как понимание, высокочастотник, да, возьмем очки виртуальной реальники, берем ключ VR, да, это высокочастотник, VR headset, это тоже высокочастотник, но мне нет смысла тащить два вот этих высокочастотника, потому что, если я буду двигать ключ VR, VR headset, он будет тоже подтягиваться, то есть, я смотрю конкретную связку, а если мы берем в таком случае virtual reality headset ключ, да, это уже другой, то есть, я буду брать… Все понял, короче, по этой схеме будем… Так как сейчас на данный момент здесь конкретики нет, кому будет интересно, будем общаться, уточнять, соответственно, подготавливайте ключи, связку, ну, то есть, какие вы ключи хотите продвигать. Я дам, выберем, определимся, хотим там то-то, 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 и будем так решать. То есть, 0, 500, 1000 долларов, все, идем двигаемся дальше. Очень важный вопрос, страны, где это будет работать? Я помню про Англию. Что еще раз? Страны, помимо США. Про Англию нет, а все остальное – да. Все, вопросов больше нет. Канада, Мексика, вся Европа. Все, что угодно, все, что угодно. Япония. Все, что угодно. Все понятно. Так, каким лучшим способом делать раздачу на новом продукте? Когда-то ваш товар еще не индексируется, однозначно, новый продукт. Сергей у нас там что-то, ссылку делал через Инстаграм, чтобы вы купали. Stormfront, I'm the one – вполне нормальный вариант. Динамический суперрилл там есть, как бы, можно работать. Четвертый пункт. Вот. Теперь четвертый пункт. Переходим, вот у меня как раз есть один человек, интересует вопрос. По верифайозам для дорогих товаров. На данный момент пока эта услуга не готова. Как третья услуга готова, но непонятно, как ее сформулировать в конечный продукт. Потому что реально продвигается нестабильно, непонятно, и надо набрать статистику. Из-за этого мы сейчас ни цены не лупим, то есть по себестоимости просто посчитали, потому что продвигать будет, если один ключ 400 долларов, а здесь, грубо говоря, нацать ключей за 1000 долларов. То есть это намного выгоднее, плюс это делается месяц, соответственно, они все держатся. И если на абонентке, это реально, ну, это эффективно. В любом случае, намного эффективнее. Тем более за это время вы сами увидите, как там с лисингами работать и все остальное. Ну, так, по поводу верифай. Расскажи вкратце или мне рассказать просто, там нечего говорить особо. Лучше пока это, в принципе, особо нечего рассказывать. Я тогда просто расскажу, что это планируется по верифай, это пока в массовом порядке. То есть мы делаем только для себя, для узкого круга, так скажем, людей, потому что это в массовом порядке не работает так, потому что это тоже непросто. Но в ближайшее время, надеемся, это будет услуга. Ну, как раз, может, там через неделю-две, правильно? Когда там в следующий раз. Вот, думаю, к этому времени уже все подготовим. Вот, и здесь будет формат рассчитывать по деньгам. Это минимум 10 долларов будет верифай стоить от 10 до 30 процентов от стоимости. По себестоимости. Потому что если дешевые товары, это, соответственно, 10 долларов. Минимум 10 долларов. Вот, а так 30 процентов от стоимости. То есть кому будет интересно, обращайтесь. Вот, единственное, расскажи про верифайт вообще, насколько он безопасен вот в этом отношении. Потому что меня всегда это смущает, верифайт отзывы. Да, это тоже, в принципе, все, конечно, безопасно в целом. Да, в принципе, мы даем гарантию, если удалиться, то мы напишем заново, ничего страшного. По поводу товара бана больше люди беспокоят, чем самого отзыва, я думаю. А кого, ну, покажите мне хоть одного, кого забанили за верифай отзывы. Нет, нет, просто методика, она в любом случае влечет покупку, правильно? Да. В любом случае это делается через покупку, но она потом технично куда-то там уходит, из-за этого рисков нет. Ну, технично я не, ну, то есть у меня никто технично, у меня вообще никто ничего не видит. То есть там все технично испаряется. Сколько ты уже времени на своих товарах это используешь? Слушай, да я последний, то есть у меня там, я как говорил, ситуация была интересная, и с того времени я использую. Ну, у меня за все время, сколько я работаю, то есть что бы я ни делал со своими листингами, что бы я ни писал, у меня не удалили ни одного отзыва, у меня не было никогда никаких писем и так далее. Потому что в целом у меня все оттачиваю я на себе в первую очередь, смотрю результаты, и только после этого я могу что-то предложить, потому что, ну, как бы мне тоже не хочется там, чтобы люди теряли деньги там в плане товара какой-то, заблокировали. Да, вот у меня отличный вопрос возник, кто тут у меня спрашивает. Для справки. Хочу заказать листинг для справки. Новый товар только зашел. Вот в этой ситуации как раз хочу сказать всем. А мы даже брать не будем такие товары. На старте надо сделать чуть-чуть другое. На старте нужна классика. Классика – это хороший листинг, хорошие фотографии, правильная цена входа. Соответственно, может быть, точнее не может быть, а желательно. Не вильфай отзывы, там, с десяток, полтинник, там, как многие делают. То есть каждый день по три штучки. Все, вам отзывы капают, отзывы капают, капают, капают. Вы заказываете органические выкупы товара. У вас, соответственно, приходит верифай отзывы. У вас идет постепенный органик. Вы постепенно растете. Ключайте Амзван. Раньше я к Амзвану очень относился. Ну, так, типа, кому лень посмотреть статистику, они туда идут. На самом деле, это аналитически хороший агрегат, связанный с тем, что реально мы делаем выкупы по одним ключам, а двигаются другие. И я, например, закладываю всегда два-три ключа. Вот, я смотрю, например, у меня один так, все, я продвигаю по очереди. Один продвинул, потому что, бывает, ресурсов не хватает. Иду к следующему. А сейчас, на данный момент, часто, уже практически всегда один на ключ продвинули, и тот второй и третий, которые я заложил, они, например, там вообще не проиндексировались. Ну, просто. А куча ключей, которые намного круче, находятся на второй странице, на третьей. Естественно, я буду доливать теперь трафик уже в эти ключи. А я вам за вам просто беру весь серстерн, потому что у меня ключи забиты именно фразу. Все до одного слова. Вот у меня, я их очень обрезаю сильно. То есть, вот последний товар мы сейчас запустили в нашей группе, как раз мы его тестируем сейчас по обучению. У нас там где-то, по-моему, 50 ключей, фраз ключевых. Ну, вот они или 60, может. Половина где-то проиндексировалась. То есть, больше 300, соответственно, там вот эти. И мы всего сделали там, я не знаю, 10 выкупов, 5 у нас органических продаж. Каждый день по одной органике у нас там капает. И мы в день накидываем верифай, в день у нас идут органические выкупы. И мы к этому идем. И мы только запустим наш вот это вот продвижение. Причем я буду однозначно продвигать тоже только именно по фронту. Потому что один ключ просто попасть сложно. Я не буду на PPC деньги тратить. Ну, я его включаю потом. Когда я уже зацепил органику, и я PPC использовал, чтобы увеличить продажи. Чтобы понять больше ключей. Я и так много наберу ключей. И без PPC разберусь как-нибудь. Вот, я не готов 1000 долларов потратить на это. Вот, я на другое потрачу деньги. На искусственные выкупы. На те же самые. Я потрачу там 1000 товаров. Я 100 товаров сделаю выкупы. Людям отдам денежку, они купят. И так далее. То есть, у всех разные стратегии. Из-за этого надо товары продвигать. Помимо хорошего лисинга, ты куда-куда знать. Надо их продвигать готовые. Чтобы они были у вас с отзывами, они были адекватные. Когда вы посмотрите первую страницу, что вам делать с лисингом с тремя отзывами там. Правильно я говорю? Да, это нет. Я, Денис, я говорил, нужно оценивать конкуренцию. То есть, это реально. Люди недооценивают просто масштаб Амазона. Они упираются в свой продукт. Дальше своего листинга ничего не видят. То есть, это плохо. Это плохо анализ конкурентов. То есть, я даже, когда продвигаю товары, я смотрю в первую очередь на конкурентов. Честно, мне не интересно, что продвигать. Вот честно скажу. То есть, я продвинул, в принципе, любой товар. То есть, мне без разницы. Но надо понимать, смотреть конкурентов. То есть, это потому что, ну, конкуренты, это и есть конкуренты. Отзывы. То, что они делают, они не... Я вам... Ну, то есть, если вот это вникнуть, то есть, если как вот я смотрю, то есть, у меня глаз уже набит. Я понимаю, кто себе отзывы пишет. Я понимаю, кто какие инструменты использует для продвижения. То есть, ну, берем там какой-то ключ. Я вижу, что человек там 75 тысяч БСР. Топовый ключ. То есть, в любом случае, там должны быть продажи. А он висит просто там, у него три звезды, но он висит вот на третьем месте. Я понимаю, я захожу, анализирую его полностью, бренд. Что он делает. Я смотрю все. Я понимаю, что человек использует такое же продвижение, либо другое что-то, либо еще какие-то. И я сразу начинаю думать, как мне его обойти. То есть, такие тонкости. Шесть отзывов – это вообще, то есть, даже можно забыть про 20 отзывов, которые вам там раньше рассказывали в курсах или где-то. 20 отзывов – это вот для успокоения можно себе просто написать, чтобы они были. Но если мы всекаемся в нормальный рынок, в нормальную нишу, ну, мы должны понимать, что мы можем и что могут конкуренты. То есть, ну, они не спят. То есть, это кажется, что, а, у нас пошли продажи и все будет круто там даже. Пускай там, ну, я знаю, там, новички радуются, там, 10 продаж в день. Нет, надо, в принципе, расти до того, то есть, пока мы поймем, что мы своей подкатегорией или категории вычерпываем максимум. То есть, ну, либо выше нас уже стоят такие бренды, там, Самсунги, и пошло, и пошло, и поехало, то есть, мы уже их догнали. То есть, ну, тут уже даже не нужно там включать рекламу, потому что, ну, такие бренды перепрыгнуть, ну, сложно в целом, да, но, как бы, опять же, как бы, по желанию, да. Но нужно оценивать, то есть, возможность. Во-первых, не нужно перегружать, если у вас в нише у конкурентов 200 отзывов, не надо гнаться и перегонять их. Это к хорошему тоже ничему не приведет. То есть, надо реально оценивать, что 200 отзывов у конкурентов, то есть, заходим, смотрим, что, ага, у конкурента там у одного 400, у другого там 60, у третьего там 200. То есть, среднее 60, окей, нам подходит, значит, мы берем, грузим себя 60 отзывов, накидываем. И после этого уже начинаем туда двигаться и уже начинаем что-то там делать, то есть, продажи, продвижения и так далее. Если вы туда всекетесь, просто 5 отзывов у вас будет. Я скажу честно, это, ну, не то, что будет бессмысленно, это просто будет выкинутое время и все. То есть, ничего это не даст. Так, теперь по верифайт отзывов хотел человек уточнить, что имеется в виду от стоимости, Сергей, товара, стоимость же можно снизить. Мы будем считать 30% от фактической стоимости, по которой будет происходить продажа. Вот и все. То есть, стоимость в любом случае, по которой вы сейчас продаете, мы от нее и считаем. Из-за этого тут никуда, никак, ни вправо, ни влево там. Может быть, переиграем, посмотрим. То есть, мы рассматриваем такой вариант. Вот, себестоимость у них достаточно высокая, верифайт отзыв. Вот, на данный момент это сырой, как бы, материал. Я понимаю, что вы цену... Ну, я опять приеду, там, Денис, по поводу отзывов, если, то есть, мы берем один продукт, к примеру, да, берем один продукт, о количестве говорим. То есть, ну, если человек хочет заказать 60, то есть, ну, это там мои подсчеты, да, 60 отзывов на один продукт написать, это полтора месяца. То есть, это тот срок времени, то есть, это про один продукт мы говорим. Ну, верифайт, правильно, верифайт. А? Верифайт, правильно? Верифайт, да, 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 верифайт. Это и долго, и долго, и муторно. Так что, по ситуации будем смотреть. Понятно, что, о чем вы говорите, но в любом случае, на данный момент, то есть, будем считать по фактической стоимости, по которой продается товар. Вот и все. И имейте в виду, да, что этот длительный процесс, это не за один день вам зальется, например, товар, там, 20 отзывов. То есть, если вы к нам обратились, сказали, я вот, ребят, продаю сейчас на данный момент товар, там, за 500 долларов, как вам угодно, мы будем, соответственно, в этот момент по 500 долларов и считать. Если он там, товар у вас за 200. То есть, вот и все. Просто, насколько вы будете опускать, не забывайте по buy box, не забывайте, что у вас могут выкупать товары. То есть, здесь вот так вот все. То есть, verify, это не verify, везде разные затраты. Это не просто так, вот из пальца высадены деньги, то есть, это в любом случае, это работа. Так что, вот так. Так, что вы скажете Amzrush, Amzrush? Ну, Amzrush, заточенная программа под конкретные вот эти действия, Amzrush, я ей не пользуюсь. Она заточена под, то есть, такая более универсальная. То есть, там есть респондер и, соответственно, трекер. Он более дешевый. Кто точнее, кто не точнее, я затрудняю сказать. Меня Amzrush на 100% устраивает. У Amzrush есть генерация супер-юрла динамического. Самый лучший, лучше, чем у трекеров, там, других и так далее, даже с которых они задирались. Вот, отличная программа. Мне нравится, как работает. Бывают там всякие косяки у любых программ. Но я Amzrush им не пользуюсь. Вот. У меня Amzrush, я понимаю, Amzrush идет как бы с наших глобальных курсов. Вот, то есть, ребята ее сделали. Она существует меньше. В любом случае, тут программистам, наверное, надо смотреть. Amzrush меня устраивает на 100%. Да, слушай, ну, кому как удобно. Да, Amzrush, насколько я понимаю, дешевле. Вот, тем более, кто там учился, у них там скидки есть еще при даче. Так что, вам в любом случае смотреть. То есть, чего-то там особенного вы не увидите. Там, интересно, нормальный функционал. Отслеживать позиции подойдет все, что угодно. Да, да, трекер, он есть и в Африке трекер. В Amzrush есть супервирал динамический. Кто им пользуется, кто не пользуется. Я, например, не пользуюсь. Вот, потому что его можно Stormfront заменить. К примеру, хотя я Amzrush пользуюсь. А что там еще такого интересного? Ну, опять же, кто, у кого нет MerchantWord, можно дергать оттуда. Потому что все данные, они берут такое ощущение с MerchantWord. То есть, ну, есть свои плюсы, есть свои минусы везде, всегда. Просто все универсально, универсально ни к чему не подходит. Я бы так сказал. Как правило. У меня такое правило. Из-за этого, если брать, например, программу, которая занимается рассылкой писем, то есть классные программы. Тот же Zonmaster. Есть какие-то другие программы. То есть, они заточены под это конкретно. И работают достаточно давно. И там все дела. Есть большие комбайны, которые много чего делают. А Amzrush такая универсальная программа, которая закрывает какие-то вопросы. Очень важно. Насколько она лучше или хуже, я думаю, индивидуально по трекеру она, наверное, менее качественная. Более, менее точная. Наверное, я предположение делаю, не знаю. По поводу почты тоже. Но по цене, совокупности цены и качества, в принципе, она, в принципе, наверное, дает тот минимум, который нужно основной массе. А кому его не надо, они уже давно этим и не пользуются. Они покупают серьезные комбайны. Вон где он там, хотя бы Cashco Pro и так далее добавляет. Я просто затрудняюсь сказать. Программ такое множество, и они постоянно как грибы растут. Так, дальше Александр спрашивает. Есть органический эффект после этих манипуляций или нужно постоянно этим заниматься? Органический эффект всегда есть. Мы занимаемся тем, что мы помогаем вывести товар в трафик, в проходное место. Как хотите это назвать. Если вас нигде не видно, и вы находитесь где-то в глубоком подвале, вот, вас просто не видят с вашими обалденными фотографиями, обалденной ценой и всем остальным. Да, можно на это порассчитывать, там разные стратегии есть в продвижении. Но с помощью этого это дешевле, быстрее получить трафик. Люди пришли, открыли первую страницу, увидели ваш товар. Если он классный, если он готов, если у него достаточно отзывов, у него интересная цена, интересный дизайн, интересное общее предложение в общем. Вот. Многие цепляются и получают эффект. Именно органический продаж. Стабильно. Вот. Я не знаю, кто этим пользовался и могут здесь отзывы написать под этим видосом, как это работает. Что вам делает PPC? Вам PPC делает абсолютно то же самое. Он вас выводит из искусственных трафик. Пока вы платите бабло, он вас показывает на первой странице. Мы делаем то же самое. Мы конкуренты PPC. То есть мы враг Амазона номер один. Ну и в смысле мы. Те люди, которые этим занимаются. Естественно, они с этим борются. Потому что PPC приносит бешеный доход. Причем PPC это такая вещь, которая, сами знаете, скрытая, закрытая. То деньги скликиваются, то снимают больше, то меньше. Сейчас индусы закончили свою действенность такую активную. Цены взлетели просто неимоверно. Вот. Я не знаю. Смотрите сами. При том, что предложений таких сейчас на данный момент мало. Те люди, которые предлагают. Ну, я вот лично, те, которые мощные, такие, много кому продвигали, на данный момент все активные действия свернули. И я в том числе. Потому что мы до этого не сотрудничали. То есть мы вот только, значит, сотрудничали с июня месяц. Вот. С Сашей мы, соответственно, пока не идет там продвижение, будем смотреть, что там дальше. То есть на данный момент все меняется. Ситуация меняется. И что получается, то и получается. Есть ли смысл снизить цену на момент продвижения, чтобы повысить конверсию и лучше зацепить органику? Я в любом случае всегда делаю, когда старт, я всегда темпингую. Я убиваю двух зайцев. И по этому поводу отвечу сразу, что для понимания рынка, как я делаю. То есть я делаю так, что выставляют цену закупочную. То есть в ноль. В ноль, да, ставим. Дальше, когда у нас уже начинается органика, начинаем прочувствовать, ну, как, в принципе, схема по одному доллару добавляем. То есть я часто ко мне обращаюсь люди там, ну, не часто, не знаю, там обращаются помочь там с листингом. Я смотрю, что человек просто в своей категории задрал цену до небес. Я ему говорю, опусти, почувствуй рынок, поймешь когда, что, как, куда. Да, человек опускает, начинается движение. То есть, естественно, для понимания, какая цена будет актуальная. То есть когда мы уже совсем там на вершине упираемся уже в бренды там топовые, если они у вас есть, то тогда, конечно, мы уже можем сами диктовать цену, то есть своему продукту. А пока вначале мы играем по правилам рынка, то здесь уже никуда не денется. Ну, просто есть легенда о динозаврах. Это начиналось еще раньше. Я, честно, могу, на эти грабли наступил, что на Амазоне нету демпинга, нету игры с ценой. Я вам могу сказать, если вам не лень, просто залезьте, посмотрите по многим таким ключевым товарам, там, какая конкуренция, когда цена идет там 13.97, 12.89, там, и так далее, и так далее. Копейки имеют значение, центы имеют значение у продавцов. Вот. Да, есть товары, где имеет значение упаковка премиальная, есть товары, где имеет значение, даже бывает дороже поставишь, еще лучше продается. Но это везде так. То есть Амазон абсолютно не отличается. Мое мнение, это со временем, то есть сразу ломить цену там в три дорога, это, ну, ни к чему хорошему не приведет. Цена влияет значительно, как правило. То есть, я не знаю, там, у меня, по моему опыту, там, 90 с лишним процентов, когда чем дешевле, тем лучше продает. Не всегда, абсолютно могу сказать, не всегда, да, бывают всякие ситуации. Я связываю это больше не с тем, что там, жадность и так далее. Надо не путать свой товар с более дешевым. То есть, если мы анализируем товар, мы анализируем их, пытаемся разложить по полочкам. То есть, если с этого надо количество смотреть, если качество разное, то надо понять, какой товар в нашей ценовой диапазоне, определить ценовые диапазоны дешевого товара, среднего, там, дорогого, может быть, там, супердорогого и определиться, где находимся реально мы. И вот в этом ценовом диапазоне надо быть самым-самым выгодным предложением. Но, с другой стороны, нельзя смешиваться с более низким классом. То, что люди просто посмотрят, подумают, это более дешевый товар, а вот и еще более дешево продается. То есть, вот это как раз называется аналитика конкуренции. Это, ну, сидите, смотрите, думайте, вникайте. Я могу сказать, чем дольше мы этим занимаемся, чем больше мы на это смотрим, тем больше вы понимаете свою нишу. Кто там рулит, кто больше продает, кто меньше продает, как и за счет чего. Вот и все. То есть, I'm the one тот же самый. То есть, забивайте эти позиции, как у нас вот в стратегии есть. Просто берем ключи, забиваем конкурентов и смотрим, куда они двигаются. По каким ключам двигаются? Вот, например, здесь по PPC, а I'm the one тоже можно, есть методика через I'm the one, через трекер, так называем, не будем I'm the one рекламировать, через трекер любой, забить туда осин конкурентов и забить там с десяток самых основных ключей, на которые мы рассчитываем. И потом смотреть диаграмму, как он двигается. Если идет ровная полоса, а он находится где-то в середке, то есть, он не топ продавец, то, скорее всего, там вообще динамики никакой нет. То есть, и конкурента не продает, мы не падаем, и не мы не продаем, мы не поднимаемся. Вот. А если там идет жесткая диаграмма, вверх-вниз, 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 значит, это ключ живой. По крайней мере, у кого-то. Если мы вверх поднимаемся, значит, и у нас тоже. Если мы только вниз падаем, значит, у наших конкурентов это живо. Если вверх идем, значит, у нас хорошо по нему продается товар. На самом деле, много микромоментов, которые показывают общую картину. Но их надо складывать, нет ни одного такого инструмента, который вам закроет все вопросы Берем опять же там из примера, конкурент начинает устраивать демпинг То есть у меня по крайней мере такое бывает, что просто там топовый продавец берет в два раза, снижает цену Берем в этот момент, закидываем его, основные ключевики, которые у нас были закинуты, закидываем на него и смотрим То есть я так понимаю, что у него в этот момент начинается жесткий прирост продаж И смотрим, какой ключ у него выстреливает, то есть больше всего Ну значит, поэтому ключевику он тоже интересно продает А если у вас по нему все плохо, то может быть стоит его подтянуть, посмотреть как будет То есть тут тонкостей таких в плане, как это все настроить, ну надо конкурентов смотреть То есть самому продумывать что-то, конкурентов анализировать по скачкам и так далее Тогда будет все более-менее вырисовываться и пониматься, что, как, почему и так далее Да, и за это, когда у нас один-два товара, нам этим проще заниматься, а когда десять-двадцать уже сложнее Когда сотни, ты уже на это не смотришь И за это мы можем все-таки бороться с монстрами за счет вот этой эффективности Пока мы своими ручками сидим и долгим Но еще раз говорю, больше товаров, меньше внимания, меньше качества И после этого, естественно, дополнительные затраты, преп-центры, дополнительных сотрудников нанимаем И, естественно, прибыль падает Но на начальном этапе мы работаем сами, работаем сами на себя, лучше вас Никто киворда не подберет, никакой профессионал, ему это просто не надо Перебью тебя, один момент по продвижению Как бы такой момент, что брать, продвигать товары, у которых сто единиц на складе Я тоже не буду То есть вот в чем момент Чем больше, тем лучше Потому что сто единиц я сталкивался с таким моментом, что я человека вытаскиваю Только выполз еще на вторую страницу, а у него в наличии остается там пару штук и все То есть, как бы получается так не совсем красиво То есть, ну, должны понимать и быть к этому готовы То есть, опять же, на продвижении очень складывается То есть, сколько у вас единиц на складе Чем больше, тем Амазону это больше нравится Тем лучше для вас, тем больше там дольше держать и так далее Да, так что, кто вылетит в аутосток, извините, деньги будут списываться Да, да, то есть, если у вас единицы, вы захотели их продать, мы продвигаем, и вы на второй странице, и у вас уже закончился склад Ну, да, то есть, эта услуга будет оказана, то есть, уже полностью Да, у меня было просто несколько негативных примеров в январе месяце, когда мы это делали Люди выходили в аутосток, нам приходилось возвращать деньги Вот, как-то это, мне кажется, некрасиво То есть, люди получили продажи, вроде все нормально То есть, ну, люди работали, опять же То есть, мы же не просто так все это делали, но вот так вот получается Вот, в принципе, я думаю, все Вопросов-то особо нет Есть какие-то специфические такие вопросы с подковыром Я вот вижу тех людей, которые мне это писали Их что-то нет Ну, как всегда Вот, как до дела, да, вот, пожалуйста Мы работаем в открытую, то есть, и здесь из-за этого и собираемся, чтобы Снять максимальные вопросы, потому что вопросы одни и те же Язык сломаешь и это рассказывается Из-за этого я пытаюсь, как, сделать такое общее Потому что ничего там скрывать особо нечего Ну вот, скрывать особо нечего, можно просто брать до работы Ну вот и все По поводу того, что если какие-то там пожелания То есть, если пишите, в любом случае мы рассмотрим все варианты По поводу товаров Скидывайте просто мне в скайп Потому что мне по скайпу удобнее, чтобы бардака не было Скидывайте осин Скидывайте ключ Один, два, три, чтобы десять раз там Мы, соответственно, выберем, какой ключ Можем Скажем, покажем, устроит Отлично, вы оплачиваете мне денежку Я, соответственно, запускаем механизм Выполняем работу Денежку отдаю человеку Не выполняем работу Двигаем или замену делаем Или, соответственно, я вам возвращаю в полном объеме Вот и все Единственный возврат по пионеру Потому что, даже если вы меня переведете любыми другими способами Пионер бесплатный Я, как бы, не готов минусы раздавать Думаю, все подробно объясню Все как Как можно Просто И без каких-либо Если будут вопросы Со сложными вот этими вариантами Типа фронтом продвинуть На данный момент Так как это является Больше тестов Просто посмотрите реально Какой у нас будет результат Вот Мы разные варианты рассматриваем Честно, мы уже несколько недель По этому поводу думаем Вот Потому что это очень полезно И здесь вопрос доверия То есть, как вы мне доверяете Как вы Доверитесь нашей вот этой работе И мы, соответственно Я не хочу просто переигрывать Абсолютно вот это вот Сегодня так Завтра вот так Сегодня мы обещаем 10 ключей Нет, мы вам полезные действия делаем Нет, мы вам положительную динамику обеспечим Хотим, как бы, заведомо попробовать посмотреть Просто могу сразу сказать Силы будут потрачены Время будет потрачено однозначно Никто мозг парит Никто не собирается Вот Минималку какую-то В любом случае надо платить Но Динамику надо смотреть То есть, если нет динамики Естественно, платить не за что Есть Просто момент Вот будем постепенно смотреть статическом Какую динамику мы можем определить То есть, на данный момент Это вот 0, 500, 1000 Если интересно Обращайтесь Как я говорил Что работает там Что через 3 дня Мы там будем в топе И так далее Ну, я так не люблю То есть, я делаю все не спеша Все безопасно И так далее То есть, ожидать там Что заказали И на следующий день Уже там ждете результат Ну, через 2 недели, да Разговаривать вообще смысла нет Раньше первых 2 недели Первые 2 недели созвонились Давайте посмотрим Я все товары забиваю вам за вам Они как бы статистически ведется Забивайте в свои трекеры Будем сверяться Вот То есть Случилось раньше Значит, отпишемся Раньше Сообщим Да Скайп я Если кто до сих пор не знает Мой скайп Я сейчас забью в шапку Вот этого ролика Там, в принципе, везде мой скайп есть Ну, сейчас исправлю Еще добавлю Скайп мой, значит Сдм Так, сейчас, секунду Сдм Собак О, блин Сдм 64 Уже все Засыпаем Вот мой скайп Вот По скайпу просто удобно Я бухгалтерию там по нему веду Чем раскидывать Вот Продвижение, соответственно Вот в таком формате А, это не Артем Коршин Вот Я не знаю Так что Обращайтесь В любом случае Поговорим Сейчас, думаю Можно отпускать Павла Вот И Давайте поработаем Посмотрим Думаю, следующий лайф Через пару недель Я проведу С Павлом И мы, соответственно Расскажем вам что-нибудь Ну, какие результаты вообще были Потому что очень важный результат Мне По комплексному продвижению По конкретным людям Ну, на кем-нибудь На ком-нибудь поэкспериментируем Вот Будем в любом случае Адекватно оценить Да Будем однозначно Адекватно стараться Оценить результат работы Потому что Мы здесь не только ради денег Собираемся Вот И Можно деньги по-другому зарабатывать Все, в принципе Думаю Всем, наверное, пока Да Обращайтесь Будем делать Продвигать Всем пока Все, всем пока